Музыка Автомобиль Щёлковской аварийно-спасательной службы врывается на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса. С кровли с зала для единоборств на высоте 15 метров пожарный помогает сотруднику ФОКа спуститься вниз по верёвке. Люди с замиранием сердца наблюдают за происходящим. Довольно часто бывают случаи, когда приходится спасать людей с восты при помощи альпинистского снаряжения. Всякие разные случаи были. Из кранова спускали, стало плохо крановщику, пришлось его в настилку спускать. Тушение горюче-смазочных веществ при помощи специального пенообразователя. Это показывает, что пожарное подразделение готово не только тушить водой, но и специальной пеной. Тренировки щёлковских спасателей – зрелище увлекательное. День, в который они проводятся, в отряде называют Днём безопасности. Сегодня учение, а завтра экстренная помощь может понадобиться любому из нас. К сожалению, может везде быть пожар. К сожалению, люди ездят на машину, в том числе и в школу. Мы показали, как мы работаем. С нами работает с отрядом вместе лучшая спасательная часть, может, и был постспаса. Они находятся в боевой готовности. Если вы сегодня заметили, что вся техника, которая стояла на выставке, она выезжала по тревоге, она вся рабочая. Своих чемпионов привёз на площадку ФОКО кинологический центр Федеральной таможенной службы. В аэропортах их острый нюх вычисляет наркотические и взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы. Сегодня мы представили вам команды послушания общего курса дрессировки и небольшой поиск взрывчатого вещества. Муляж бомбы у нас был в сумке. Собака справилась. Живой талисман нашего отряда – добродушная корги Маруся. Её фотографии со спасателями в пятёрке самых популярных инстаграм-корги. У Маруси много друзей, которые ради встречи со спасателями едут в Щёлково из разных городов. Мы приезжаем сюда, чтобы общаться с нашими друзьями, хорошо проводить время. Это очень всё познавательно, интересно и полезно. Сегодня очень понравилось, потому что были выступления спасателей. Скажи «ГАП». Приподнятое настроение владельцев корги передавалось их питомцам. Встречались и титулованные хвостатые особы. С младшего возраста, шести месяцев, ездил на всевозможные выставки. У него титулы были «Лучший щенок», «Чемпион России», «Чемпион РКФ». Не обошлось без конкурсов и на этот раз. Увлекательная полоса препятствий – корги забег. Эти и другие состязания с лёгкостью прошли четвероногие друзья спасателей. Самые выносливые и быстрые получили заслуженные медали. День безопасности Щёлкова завершается шествием корги и их хозяев. На квадроцикле была Маруся Леонидовна. Вот столько у неё друзей. Все они помощники спасателей. Михаил Налётов, Сергей Максимов, Щёлковское телевидение. Продолжение следует...